Коллеги, всем привет! Вы на канале Бестаксисты. На моем канале мы говорим о такси и все, что связано с работой в такси. Вот сегодня ночью я прочитал такую новость в одном из телеграм-каналов о том, что Госдума и наши законотворцы хотят вынести закон такой на рассмотрение, который впоследствии реализовать, который обяжет всех водителей такси ездить на отечественном автопроме. Что? Опять? То есть не на китайском автопроме, который сейчас заполонил рынок, да, и который не дотягивает до уровня корейских или японских или немецких машин, да, хотя там все не так просто, а именно на отечественных. А это у нас сегодня два автомобиля, ну таких, которых вот слухой, это Lada Vesta, да, и а-ля Jack, который, ну уже считается, это москвич, да, который считается отечественным автопромом, который 100% засунут в такси, если этот законопроект реализуется. Коллеги, я уже как-то рассказывал в одном из своих роликов полгода назад о прекрасной женщине Алене и ее трех детках. У нее произошла такая ситуация, у нее умер муж, это была хорошая семья, умер муж от онкологии, и она осталась одна с тремя детьми. И у Ванечки, вот вы на видео видите, да, его там в синем пуховичке, мы диагностировали аутизм. Алена работать не может, пособия, которые ей платит государство, хватает ведь только на еду, на самое необходимое, и на съем квартиры, своего жилья у нее нет. Поэтому, если есть возможность подсобрать денежек, пожалуйста, поучаствуйте. Коллеги, вот такая маленькая благотворительная интеграция, как-то я уже снимал полгода назад видеоролик о нашей подруге Алене и ее трех детей, о том, как она, ну, о ее ситуации. Поэтому, если есть какая-то возможность, 50 рублей, 100 рублей, неважно, ссылочка на реквизиты и на ее инстаграм в описании. И всем тем, кто помогал полгода назад, просто вот так вот жму руку. Вот, продолжим по поводу машин. Смотрите, ребят, водители такси, да, вот я порассуждать хочу, работают там 12 до 16 часов, да, это очень тяжело. Соответственно, аэргономика автомобиля должна быть на уровне, чтобы было удобно, и чтобы, ну, скажем так, не выплюнуть свой позвоночник, да, и свою пятую точку. Вот. И единственные машины, которые более-менее, ну, к этому подходили, это вот как раз был вот этот класс D, да, это хорошие машинки, там, К5, Сонаты, Камри. Ну, там, бизнес-класс, это отдельная вообще история. Вот. И тут нам говорят, вы будете ездить столько же времени за такие же деньги, да, а то и за меньшие даже деньги на автомобиле, как бы, вообще B-класса. И что, это, ребят, камон, вы цены вообще их видели, вот не к вам, а я к этим товарищам. Вот на скриншоте вы видите Джак, а начинается там от 1,8 млн, да, москвич который. Но на самом деле, более-менее нормальная его комплектация стоит 2,5 по 3 млн. Это вот невообразимые деньги, на самом деле, для таксопарков и для таксиста. Лада Веста более-менее в нормальной комплектации стоит 2 мульта. 4 года назад таксопарки Opti мы покупали по миллиону, по миллион двести. И представляете, тут, то есть, ну, это уровень был хотя бы какой-то автомобилей. По качеству деталей, по ее обслуживанию, как бы, по эргономике для водителя. Это было совсем, даже, ну, я сейчас уже ничего не говорю вообще про пассажиров. Многим пассажирам скоро вообще будет нам плевать, как ехать, лишь бы только доехать было бы дешево. Вот. И поэтому, я когда это увидел, ну, я не знаю, у меня бояки чувства, знаете, первое чувство у меня было такое, знаете, смех, как бы, да. А другое чувство, я, ну, не понимаю, что за ними не заржавеет, как бы. И однажды мы возьмем и увидим эти машины в классификаторе у Яндекса. Что, государство обяжет, и до свидания. А помните эту историю, в Гатчине есть один таксоблогер, у него таксопар, который купил отечественные машины для такси, а они по классу экологичности были, ну, вот этот второй класс экологичности. А закон обязывает работать не меньше пятого. Даже по НТВ я его видел, где-то его куда-то приглашали, куда-то там. И сидели, значит, чиновники Минтранса, там, общественники какие-то, значит, и он, вот они там сидели, эту тему обсуждали. Я не знаю, чем эта история закончилась. Кстати, кто следил, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Вот. Я думаю, поправку внесут, и класс экологичности понизят. Но, честно сказать, я не знаю, на самом деле, к чему это все приведет. Напишите свое мнение в комментариях, ребят, просто порассуждаем. Вообще, мне нравится читать комментарии, очень много умных вещей. Неумных тоже, кстати, иногда много люди пишут, вот. А в целом, такой кайфовый диалог получается. В общем, коллеги, всех обнял. В общем, до новых встреч на канале Best Taxist. И вот Алена, про которую я говорил, если у кого-то есть возможность, там, сердце открыто, там, буквально, там. Любая копеечка, она будет плюсом. Просто реально сложная ситуация, там, у женщины. Все, всех обнял, приподнял. И до новых встреч на канале Best Taxist. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok